В итоге действительно появилась песня, которая называется «Лоси и медведи». Она может быть несколько длинная, у нее есть и пролог, и эпилог. Поэтому, ну как я говорю, в европейской части нашей родины это премьера, потому что премьера состоялась там на Дальнем Востоке. Пролог. Когда усталая подлодка из глубины идет домой, Американская подлодка поджав свой хвост, а поджав свой вид идет домой. В наши дни большая подлодка класса Лос-Анджелес, где-то на выходе из военно-морской базы Перл-Харбор, штат Гавайи, США. Перл-Харбор, гудбай, субмарина уходит, прощайте Гавайи, бай-бай, I'll be back. Два месяца нам в океанском походе, наш курс на Норд-Вест, там, где холод и снег. Идем мы к России, где льды редко тают, где водка, медведи и лютый мороз. У русских медведей еще и летают, и дай нам, Господь, чтоб их черт не принес. Неделю спустя большой самолет морской авиации БМФ России, где-то над Тихим океаном. Командир в назначенном районе, бортно-боевом, готовность, сброс. Есть контакт, он где-то здесь шпионит. Слышу супостата, точно лось. Акустик обрадовал. Слышу медведя, похоже, буи разбросал наверху. Если бы война, то медвежьи и торпеде, несложно бы из нас приготовить уху. Задрайны наглухо все кремольеры, и Кэп прошипел. Все молчать, не шуметь. Шуршат снизу крабы, вверху браконьеры, а выше ревет этот русский медведь. Командир, контакт с лосьом, устойчив. Пусть ныряет хоть под термоклин. Данные в торпедах бахнем точно. Нашим клином вышибем их клин. Вот если бы в небесах заблудиться, Уйти по ошибке в какой-то имбукту. Но с русскими вряд ли такое случится. У них аж три штурмана там на борту. У Биуса против медведеницов-то. Мы ждем, чтобы ушел он домой поскорей. Берлога медведей в каком-то мангох-то. По слухам там даже ручей из камней. Может, в небе мы не многословны, Но у нас всегда наточен штык. Сброс торпеды, пусть хоть и условный, И лосю условный, но кирдык. Задание нам прекратили досрочно. И в бешенстве вышел на связь адмирал. Команду на берег не выпустят точно. Наш Кэп побледнел, так он сильно орал. В одном наш радист не сумел разобраться. Медведь доложил, что поймали лося. В ответ им пришло, что когда приземлятся, То всех наградят и вручат порося. Командир на курсе на глиссаде, Дом родной под блески растекло. И над полосой, как и на параде, Мы качнем серебряным крылом. Эпилот. Здесь еще эпилот есть. Когда-нибудь на дембеле Мы вспомним эти годы Шторма, тайфуны грозные, Циклоны, снег и лед. Как было жарко, Несмотря на ледяные воды И тех, кто навсегда ушел В последний свой полет. И сидя в кресле, С пенейком укутываясь в кофту, Мы вечерами зимними Все будем вспоминать. И жаркое, и кипелого, И знойное Монгокта, И то, как доводилось нам В морях лозей гонять. Браво! Спасибо. Я очень переживал, когда я эту песню пел там в Монгоктах, Но реакция зала была понятна, И я понял, что я... Я даже, ну, я по секрету... Не то, что по секрету, Я хотел сделать большой-большой сюрприз, Но все-таки за часа полтора до концерта Подозвал замок командира эскадрильи этой, Говорю, слышишь? Я говорю, давай, я спою сегодня... Ну, я сейчас песенку спою, Говорю, мало ли... Я ее спел, говорит... Охренеть! Все, вообще, все правда! Ну, это меня успокоило в каком-то виде, Я ее пел, ну, с бумажки, конечно, Но я не сбился. Мало того, буквально через полсуток Мне начало приходить видео из Москвы Моего выступления там в Монгокте. Это такое вообще было в первый раз.